Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня мы с вами продолжим разбор русской народной сказки «Колобок». Напомню, что на прошлых передачах я рассказал вам, как наш главный герой сказки «Колобок» сумел избежать зайца, волка и медведя. Мы говорили с вами, что заяц – это образ трусости, волк – жестокости, а медведь – это символ власти и могущества. Но наш «Колобок», умудренный жизненным опытом, сумел избежать этих страшных качеств человеческой души и не попасть под их деструктивное влияние. Что происходит дальше? Вот скатился «Колобок» с пригорочка, а навстречу ему лиса. Увидала «Колобка» и говорит ему ласково, «Здравствуй, Колобок! Какой ты пригоженький и румяненький!» «Колобок» рад, что его похвалили и запел свою песенку. А лиса слушает, да все ближе подкрадывается. Я колобок, колобок, по бару метен, по соседку спребен, на сметане мешен, цепечку сожжен, на окошке стужен. Я от детшишки ушел, я от бабушки ушел, я от зайца ушел, я от волка ушел, от медведя ушел, от тебя лиса дарит хитро уйти. «Славная песенка», — сказала лиса. «Да то беда, голубчик, что я стара стала, плохо слышу. Сядь ко мне на носок, да пропой еще разок». Колобок обрадовался, что его песенку похвалили. Вскочил лисе на нос и запел погромче ту же песенку. Я колобок, колобок, по бару метен, по соседку спребен, на сметане мешен, цепечку сожжен, на окошке стужен. Я от детшишки ушел, я от бабушки ушел, я от зайца ушел, я от волка ушел, от медведя ушел, от тебя лиса дарит хитро уйти. А лиса хитра, опять ему. Колобок, колобок, сядь ко мне на язычок, да пропой в последний разок. Колобок прыг лисе на язык, а лиса его ам и съела. Итак, на своем жизненном пути колобок встречает лису, которая притворным добрам, щедра на похвалу и внезапно плохо слышит. Что олицетворяет собой лиса? Конечно же, хитрость, лукавство и лесть. Вот здесь и кроется ответ на вопрос, какая черта является для человека одновременно как добродетелью, так и самым уязвимым местом. Доверчивость. Это то, что делает нас похожими на детей, ясных, светлых, кристально чистых, но вместе с тем, именно доверчивость против вражеской хитрости, вот что способно погубить человека. И именно от этого предостерегали нас мудрые предки, передавая из уст в уста эту, казалось бы, незатейливую сказку. Ведь чем опасно лесть? Опасность лести в том, что человек ее не замечает. Если обратиться к людям, то редкий человек, а проще сказать, никто не считает, что он оценен по достоинству. Жена гнобит, муж придирается, дети не ценят, и вдруг кто-то говорит то, что вы желали услышать о себе. Человек воспринимает это как правду, как истину, как то, что другим непонятно в нем. Лесть опасна тем, что каждый ее страстно желает. Опасна тем, что для человека, которому льстят, она представляется истиной. Но не будем забывать, что лесть – это оружие обоюдоострое, опасное как для самих льстецов, так и для тех, кто этой лестью услаждается, кому она ласкает слух. Первое, занимаясь этим деланием, вскармливает в себе навыки обмана и человекопоклонства. Второе, внимая льстецам, взращивает в себе одни из самых тягчайших страстей – гордость и тщеславие. Поэтому не случайно Священное Писание предостерегает нас, говоря, «Человек, льстящий другу своему, растилает сеть ногам его». Как бороться с этим злом? Наверное, твердо и честно отдавать себе отчет о намерениях, с которыми произносишь высокие слова в адрес другого человека. Действительно ли хочешь его поддержать в движении по верному пути, не ожидая ответной мзды для себя? Не рискуешь ли прельстить его и погасить в нем искру внутреннего роста? Старших не восхвалять, а по сыновнему благодарить. И вообще, стараться реже брать на себя роль оценщика не только недостатков, но и достоинств других людей. А уж если слышишь в свой адрес льстивые речи, иногда можно просто их пресечь или отшутиться. Святой Иоанн Кронштадтский пишет, «Листицы больше враги наши. Они ослепляют нам глаза, не дают нам видеть своих великих недостатков и потому загораживают нам путь к совершенству, особенно если мы самолюбивы и недальновидны. Поэтому надо всегда останавливать льстецов и уклоняться от них. Горе тому, кто окружен льстецами, благо, кто окружен простецами, не скрывающими правду, хоть и неприятную». Итак, лиса скидает нашего колобка. На такой не очень радостной ноте и заканчивается сюжет сказки о колобке. Конечно, кого-то, особенно наших маленьких деток, это может сильно расстроить. Но давайте внимательно рассмотрим эту сказку под другим углом зрения. Потому что сказка про колобка, как и все аналогичные фольклорные произведения, содержит несколько смысловых пластов. Давайте рассмотрим ее на уровне простой педагогической морали и напомним нашим деткам и себе, как опасно отрываться от своих корней, от семьи, от традиций и устоев. Ведь человек не может жить и существовать один. Не зря все мы боимся одиночества. Для нас важно признание, уважение и любовь окружающих, наших самых дорогих и близких людей. Семья – это основа основ. Без семьи, без наших любимых родителей нас вообще не было. Мы рождаемся в семье. Малыш, открыв впервые свои маленькие глазенки, видит перед собой прекрасный образ матери и отца. Мама и папа долгие годы детства и юности идут с нами рука об руку, помогая, направляя и советуя. Настоящая семья – это та, в которой тебя любят таким, каким ты есть на самом деле. Может быть, не таким красивым, сильным, способным, каким хотелось быть, но для близких мы самые лучшие, самые замечательные. Семья – это место, где искренне радуются твоим успехам, делят с тобой все твои неудачи, беду, поддерживают и помогают во всем и всегда. Семья – это крепость, внутри которой ты чувствуешь себя защищенным, тебе тепло и хорошо от ласковых рук матери, доброго взгляда отца. А закончить сегодняшнюю передачу хотелось бы словами Николая Белоусова. «Я над семьей душу благоговейно скажу вам правду, не кривя душой, что для меня словам очах семейный несут понятие святой». Спасибо за внимание. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok